Приветствую вас на моем канале, в этом видео речь пойдет о измерении уровня кислорода в крови. Для этого существует специализированное устройство, которое называется оксиметр или пульс оксиметра. Очень удобно измерить уровень кислорода в крови в любое время, поэтому производители в последнее время добавляют эту функцию в фитнес-трекеры, смарт-часы и смартфоны. В этом видео на примере смартфона Samsung Galaxy S9 и приложения Samsung Health я хочу продемонстрировать эту функцию и соответственно сравнить с устройством, которое на этом специализируется. Итак, изначально я хочу рассказать вам принцип измерения уровня кислорода, а именно, когда включается устройство, есть такой вот внутри светодиод, или будем говорить лампочка, или лазер, датчик такой, который просвечивает капилляр в пальце, и соответственно по уровню цвета уже определяется непосредственно вот это вот значение SPO2. В смартфоне Samsung S9 тоже непосредственно возле самой вспышки есть такой вот модуль, он тоже светит красным цветом, я вам покажу, и тоже теоретически должен выполнять ту же самую функцию. Эти датчики, они почти однотипные, итак, давайте приступим к обзору, к сравнению. Так, я включаю это устройство, несколько раз я его включу, чтобы было видно вот так вот красиво. О, 99,83. Давайте я теперь померяю на смартфоне. Включаю смартфон, можно воспользоваться приложением, которое называется Samsung Health. Запускаем его, оно пишет количество шагов, которые я прошел, и вот есть отдел специальный, который называется кислород в крови. Мы его сейчас попробуем измерить. Вот инструкция, после запуска измерения, вот инструкция, что необходимо приложить палец на обратную сторону. Нажимаю измерить. Когда я прикладываюсь к датчику, видите, мой палец краснеет, это потому, что есть уже такой вот красный лазерный луч. Надо полностью всю площадь пальца покрыть. И вот я вам показываю, смотрим. Чем интенсивнее вы видите такую кардиограмму, тем значит, что палец правильно лежит на датчике. В принципе, 100%. Это те же 99%, которые показывает непосредственно сам вот этот пульс-оксиметра. Итак, отличия между измерением смартфона и пульс-оксиметра почти отсутствуют. То есть здесь 99% показало, что здесь 100%. Я думаю, тоже сравнительно, это может быть 98-97%, как у меня в истории. Единственное отличие в том, что смартфон просто это измерение делает один раз. То есть единоразовое значение показывает. А специализированное устройство, как пульс-оксиметр, он мониторит состояние уровня кислорода в крови постоянно. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на мой канал и задавайте вопросы в комментариях.